Год назад мусорная реформа в Рязани, как, наверное, и в большинстве регионов страны, стартовала с контейнерной войны. Тогда управляющие компании резко убрали свои мусорные баки, и региональным операторам пришлось покупать новые. Сегодня с этим вроде как разобрались, и управляющие компании топор войны закопали. Правда, в сельских поселениях по-прежнему с обустройством площадок беда. Впрочем, по-другому и быть не могло, говорят экологи. Понимание своих обязанностей ко всем только начинает приходить. Люди поняли, что нужно платить, потому что они платят сейчас не только за вывоз нынешних отходов, но и за тот накопленный вред, который уже лежит в природе, и нужно не санкционерные салки вывозить. Бизнес, это региональный оператор понял свои обязанности и наконец-то определились с тем, что входит в состав ТКО, потому что очень много было споров по этому поводу. Власть, местные управляющие компании, ТСЖ, администрации города, министерства профильные, они обязаны обеспечивать контейнерные площадки в должном виде, привезти их, уже были тоже к 1 ноября этого года, и обеспечивать информированность населения. К утвержденному тарифу 95 рублей с человека рязанцы пустись неохотой, но начали привыкать. Хотя претензии по взиманию двойной оплаты у собственников нескольких квартир все еще в силе. Ну и, конечно, возмущены мелкие арендаторы крупных торговых центров. Их заставляют платить, по сути, за услугу, которой нет. Но регоператор на это невозмутимо листает законами. Уровень собираемости позволяет ему говорить на стримах о некоем развитии и строить масштабные планы. В декабре-январе мы закупили дополнительные схемы единиц спецавтотехники для вывоза крупногабаритных отходов. Это три булкеровоза и четыре машины с гринферным захватом. Причем, ориентируясь на город Рязань, где очень много узких проездов, мы закупали технику малогабаритную, но большой производительность и вместимость. Это газон «Некс», «Хендай» и ряд других фирм. Сейчас хочу сказать, что на линию выходит ежедневно более 130 мусоровозов, которых вполне достаточно, чтобы обеспечить своевременный и полный вывоз СТО полном объеме. В Рязани региональный оператор действительно стартовал бодро, заморозил тарифы до конца года и даже заявил о полной открытости и публичности, которая, кстати, может сыграть с ним злую шутку. Громкие заявления экологи внимательно отслеживают. Еще один момент – это отсутствие мотивации для физических и юридических лиц по раздельному сбору. Хотя региональный оператор обещал до конца года ввести 270 площадок с раздельными баками для раздельного сбора. Посмотрим еще два месяца, пока есть опасения, что это не случится. Раздельный сбор мусора – европейский опыт. В Рязани его еще предстоит нарабатывать. Вот такие контейнеры должны, по словам руководителя рекоператора, стоять повсеместно. Отдельно пластик, картон, стекло. Таким обещаниям люди по-прежнему верят. Пока. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова